Я попрошу, чтобы он конкретно рассказал за какое-то такое нарушение, которое сделал глава города, он чуть не пострадал. Так вот, я вам хочу сказать, я думаю, вы меня услышите и послушайте. Так вот, вот эти земли, это чтобы была история, раз вы не захотели слушать, я думаю, что потом вы попросите меня вернуться и к тому, с чего он читал, хотел вам рассказать. Ну, раз они не по существу, так вот начальник полиции подтвердил, что некие наши граждане, они известны, их фамилии известны, являясь, скажем, одним из них, тот, который совсем два года или три года освободился из мест лишения свободы, где сидел за мошенницей, каким-то образом оказался, оказался совладельцем этих земель, на которой должна построена быть удовольствие скотерпная красота. У него было желание, чтобы эту землю, первое, на этой земле построили торговый центр и коттеджный поселок. Так вот, значит, они пришли ко мне и говорят, вот мы хотим построить такую-то, такую-то, наша земля, то-то, то-то. Я посмотрел сельхозназначение, говорю, земля сельхозназначение. Ну вот, видите, у нас есть теперь правила землепользования и состройки, и согласно этих правил, здесь можно построить отличный поселок. Я сказал тогда, что, вы знаете, можно это, конечно, построить, раз правила землепользования подтверждают. Потому что правила землепользования, они, как бы, ну, действительно были созданы для того, чтобы в том числе развивать город. И если строятся социальные объекты, или строятся объекты обслуживания, или шарфовные, это развитие. Но потом, значит, естественно, все, чтобы вы понимали, почему я вам это говорю, почему преступление было совершено, в котором все приняли в этом участие. Потому что земля сельхозназначения стоит, ну, вот это все, 500 тысяч рублей. А земля, на которую они постарались перевезти эту землю, она стоит 1 миллиард 500 миллионов рублей. То есть все те, кто принимал участие в этом решении, хотели 1 миллиард 400 миллионов рублей именно отдать этим людям. Значит, на основании, как только было, они мне так и сказали, что нам надо перевезти. Потом было ясно, они не были против того, чтобы эту землю отдать, в том числе государству. Но только если бы эта земля была переведена, потому что они заработали на это. В это время государство в лице Олимстроя, за подписью одного из сотрудников Федеральной службы безопасности, пишет письмо на мое имя о том, что готовится к преступлению экономического плана. В вашем заведении, то есть в администрации города Сочи находятся документы, согласно которых, возможно, будет произведена афера века, где, по сути дела, хотят поменять функциональное назначение, и после этого государство будет выплачивать 1 миллиард 500 миллионов рублей. Хотя стоимость этой сельхозназначения всего там 100 миллионов. Понятно? Я, естественно, не получил этого письма. До сегодняшнего дня органы занимаются, каким образом это письмо не ко мне поступает, а поступает тем, кто исполняет. Те, кто исполняет обычные чиновники, по много лет проработавшие, но не на больших должностях. Они боятся высунуть и уходят в отпуск. Подставляет там одного пацаненка, который взял и поднес. Чтобы вы понимали, земля у меня в постановлениях, она не описывается, где она находится. Есть кадастровые номера, которые 0-0-0-0-0, там и прочитать это невозможно. Я, естественно, подписал это постановление, потому что оно просто мне было принесено. Это постановление. Долго эти наши чинуши боялись, что все равно придет когда-то вдруг рассматриваться, и они могут сесть. Они долго не подключают, не регистрировали. Подпис есть, но еще не регистрировали. Эти товарищи, которые сегодня являлись организаторами вот этого всего движения, они давали определенные деньги, это все мне рассказывали. И в чем дело? Я стал соучастником вместе с ними. Поэтому меня, меня вместе с вами считали всегда, что я за то, чтобы не дать возможность строить эту Кудэбскую структурную электростанцию, только лишь потому, что я заряжен теми орлами. И вы так. Поэтому я с самого начала приехал и сказал, что да, мы рассматривали несколько вариантов. Чтобы сказать четко и понятно, должны все ясно знать. Те, кто электроэнергии, факт. Кто хочет, пожалуйста, вместе, если желание есть, желание есть, не здесь кричать, а прийти к компетентным органам и сказать, почему. Отслушайте меня. Отсоставляйте меня говорить некоторые вещи, которые хромольные и которые долго никто не мог сказать. И я просто вынужден был сказать, чтобы вы понимали, что здесь не просто земельный участок, а земельный участок у хозяев, который есть криминальный интерес у государства оторвать деньги. Вот слышите меня? Сегодня повторю еще раз. Назову кого-то, что фамилия нужна будет. Придете, назову. Еще раз говорю. Земля эта частная принадлежит до 9 лет. Правильно. 9 лет является частной. Но при этом, при всем, она сельхозназначение. И по цене сельхозугодий, Олегстрой ее собирался выкупать. И выкупит по этой цене. А что дальше с ней будет? Это к тому же, что те организаторы, которые все это делали, чтобы они понимали, они все равно проиграли. Они землю эту продадут за 200 или 100 миллионов рублей, как ее оценивает сельхоз. Понятно. Государство язык. Теперь второе. Будут строить или не будут туда сельхозную теплоэлектростанцию? Еще неизвестно. И далеко неизвестно. И всем говорили, и я говорил, что разговаривать сегодня, или ставить точку, или кричать, чтобы мы ее не пустим там строить, очень рано. Почему? Первонаперно. Пока еще нет никаких, даже экологических экскуртиз. Если экологическая экскуртиза будет разрезательной, никто не разрешит строить. Чтобы вы понимали, кроме наших экологов, которые, может быть, еще не имеют определенного опыта, есть еще экологи международного пирогомитета и международные экологи. Вопрос следующий. Вопрос следующий. Я послушаю. Я послушаю. Вы участвовали в обсуждении. Лично слушали. Вы решаете на конус. Это все, что вы говорили, а там много отрицательного, то есть общественное слушание проведено как отрицательное, там все переписано. Даже те, кто выступал, все расписались в этом протоколе. Именно то, что выступали отрицательно. Поэтому это все будет учтено. Далее. После экологических, после экологической экспертизы должна быть госэкспертиза. Так вот, если госэкспертиза будет показывать, что будет строиться больше, чем будет построена теплоэлектростанция раньше, чем до 1 января 2014 года, то тоже это будет на тот момент нецелесообразно. Потому что нам хватит для проведения экологических игр. А дальше, дальше, возможно, разговоры вести и по другим местам, которые мы раньше указывали. Поэтому на этот счет мы пока не можем с вами говорить ничего. Я уверенно могу сказать, что здесь разыгрывалось две карты. Одна карта, понятная, о которой я говорил, и о которой я просто почему не хотел даже принимать участие в обсуждениях, чтобы вы меня никогда не уличили в том, что я якобы с этими ребятами заодно. Я категорически никогда с ними не был заодно и не буду. Деван, в Советском, там было. Ну а теперь, если бы... Я еще раз говорю, кто желает узнать фамилии, я готов это сказать. Сейчас я говорю, с учетом того, что публичное заявление при телевидении, не собираюсь, потому что это... Более того, я вам покажу документы, и вам все будет понятно. Которые есть сегодня. Я все вам высказал. Говорить больше чего-то, когда не решено ничего, ни нет экспертизы, ни нет госэкспертизы, где просто не о чем. Это же я говорил и на встречах, когда люди ко мне подходили в воскресенье. Но эти люди, кто подходил ко мне в воскресенье, говорили, а вы можете приехать и это все сказать? Я говорю, хорошо, приеду и скажу. Я приехал и сказал. А теперь готов предоставить слово, пожалуйста, выйдите. Скажите...